По традиции в конце уходящего года принято завершать начатые дела и подводить итоги. Чем жила Тверская область в 2021 году? Что волновало и интересовало жителей региона? Какие события запомнились больше всего? Наши корреспонденты отобрали наиболее важные новости, которые ознаменовали уходящий год. Наталья Чекет вспомнила главное. В уходящем году Тверская область стала местом притяжения федеральных гостей разных уровней. Все началось с посещения главы Минздрава России Михаила Мурашко. Он ознакомился с работой единого диспетчерского центра и тверских медучреждений, а также побывал в инфекционном госпитале. Вы работаете непосредственно по вам? Мы работаем. Мы работаем на госпитале. Вы работаете на встречу к вам? Понимаете, ладно? Симптомы нормы их. Она же выезжает. Она будет выезжать сегодня. Минувшей весной в Верхневолжье приезжали иностранные гости. Регион посетил посол Республики Иран ВРФ Казэм Джалали. На этом череда визитов не закончилась. Министр обороны побывал в Военно-воздушной академии имени Жукова и Новом Суворовском училище Твери. Сергей Шайгю провел встречу с Игорем Рудени. Министр предложил реализовать на территории Верхневолжье пилотный проект по реновации военкоматов. Военкомат это такой, знаете, как гордюр в тяпке. Это то же самое, что в армии. Накануне Дня Победы Тверскую область посетил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он почтил память фронтовиков, павших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к Ржевскому мемориалу советскому солдату. Посмотрите, 27 миллионов погибших. Война прошла через каждую семью. Летом этого года с рабочим визитом в Тверь приехал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер-министр посетил Тверской вагоностроительный завод, а также познакомился с работой промышленного технопарка КСК. Осень ознаменовалась важным событием для всей страны. 19 сентября в России прошли выборы. Жители Верхней Волжи выбирали губернатора, депутатов Государственной думы России и областного законодательного собрания. В некоторых муниципалитетах прошли местные выборы. Игорь и Руденю вновь избрали главой региона. А депутатами Нижней палаты парламента от нашего региона стали Владимир Васильев и Юлия Саранова. Самый главный результат у нас, конечно же, впереди. Это работа, которая в ближайшие пять лет предстоит нам. Практически в каждом муниципалитете преобразовывались улицы и продолжались работы по созданию комфортной городской среды. Так в Адриапольском муниципальном округе благоустроили сквер. Очень хорошо, очень красиво. Все нравится. Конечно, это важно. Сюда приходят дети с родителями, отдыхают. Есть и детям поиграть, есть с родителям отдохнуть. В Неледове продолжается ремонт ДК «Шахтер». Кроме того, напротив благоустраивается площадь Ленина и улица Горького. Пожалуй, серьезно преобразилась Мигаловская набережная в Твери, а в Конакове и Осташкове – центральной. Для жителей Ржевского района историческим событием стало открытие новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал» недалеко от памятника советскому солдату. Пассажирская платформа находится всего в 2,5 километрах от Ржевского мемориала. Это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. Сама платформа широкая – 6 метров, а в длину – 170 метров. А рядом с вокзалом расположен памятник «Паровоз». К слову, важное событие состоялось в этом году для православных верующих. В Тверской области отметили 500-летие обретения мощей Макария Калязинского. Кроме того, в Калязине отреставрировали главную достопримечательность города – колокольню Николаевского собора.